К чему он стремится? Он сказал, неужели сподвижники Мухаммада думают, что опередят меня в раю? Клянусь Аллахом, я потесню их у его дверей. Саад ибн Муаз принял ислам в возрасте 30 лет, а умер в 36 лет. Когда он пал шахидом в битве Урва, с небес спустились 70 тысяч ангелов. Для того, чтобы сопроводить его. Я хочу спросить вас ради Аллаха. Он принял ислам в возрасте 30 лет, а умер в 36 лет. Что такого сделал Саад за эти 6 лет? Что с небес спустились 70 тысяч ангелов, для того, чтобы присутствовать на его погребальной молитве. Однако более величественное то, что Джибриль, мир ему, спустился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал, о Мухаммад, этой ночью скончался один из твоих сподвижников. О Мухаммад! По причине его смерти сотрясся трон милостивого. Из-за его смерти сотрясся трон милостивого! Всего 6 лет! И трон милостивого сотрясся из-за его смерти. Кто-то из нас живет 20, 30, 40 лет, будучи мусульманином. Но что мы сделали ради Аллаха? Кто-то живет до 50, 60 лет. Но что он сделал ради Аллаха? Где его усердие и старание? Где его усердие в совершении утренней молитвы? Всего 6 лет, и трон милостивого затрясся. В то время, как мы радуемся, что годы проходят один за другим, и наш возраст увеличивается. Однако что мы сделали ради Аллаха? Разве наше усердие подобно усердию этих великих людей? Подобно ли оно усердию Амра ибн Джамуха, который, будучи хромым, пришел к своим сыновьям для участия в сражении на пути Аллаха? Они сказали, «О, наш отец, разве Аллах не освободил тебя от сражения?» Он ответил, «Нет, клянусь Аллахом, я желаю войти в рай этой хромой ногой». Что это за усердие, которым они обладали? Посмотрите на сегодняшний день. Мы не спрашиваем, где наше усердие в выстаивании ночной молитвы. Я спрашиваю, где наше старание в выстаивании хотя бы утренней молитвы. Утренняя молитва, клянусь Аллахом, если мы зайдем и посмотрим, то наши глаза наполнятся кровавыми слезами по причине пустых рядов, молящихся на утренней молитве. Но после этого, через час, взгляните на улицу, и вы увидите, как мы устремляемся в поисках своего пропитания. Мы не встаем ради дарующего пропитания Арразака, но встаем и идем ради получения риска. И это самое большое доказательство того, что мы ухватились за этот мир. И он увлек за собой многих из нас. Что же мы приготовили, о мои любимые? Что же мы сделали ради Аллаха? Он сказал, я хочу войти в рай этой хромой ногой. Тогда его сыновья отправились, чтобы пожаловаться на него. К кому? К посланнику Аллаха. Представь, как сыновья пошли жаловаться на своего отца, к любимому, да благословит его Аллах и приветствует. Из-за чего? Из-за того, что он, будучи хромым, желал выйти на сражение, в то время как сам Аллах с высоты семи небес даровал ему оправдание, разрешив не участвовать в сражении на пути Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Да, разве Аллах не освободил тебя?» Он ответил, «О, посланник Аллаха, я хочу войти в рай этой хромой ногой». Тогда он сказал, вставай. И он выступил воином на пути Аллаха. Он был убит в тот день. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я вижу его сейчас в раю, идущем на двух здоровых ногах». Все, что бы ты не делал ради Аллаха, все, что бы тебе не дал Аллах, если твое стремление возвышено, в желании получить высшее, «Все это будет величественно перед Аллахом». Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал среди сподвижников и спросил, «Есть ли те, кто спешит к раю?» Они сказали, «О, посланник Аллаха, мы, те, кто спешит к нему». «Мы, те, кто спешит к нему». Сегодня же от нас не требуется выступать в сражении на пути Аллаха. Однако где те, кто устремляется на утреннюю молитву? Где те, которые желают успеть на первый такбир?» Некоторые из нас слышат азан и первый такбир, но находятся в своем доме, играют с детьми или работают. «О, мои любимые, где приверженцы возвышенного стремления, желающие того, что есть у Аллаха?» «Послушайте, мои любимые, о приверженцах возвышенного стремления. Они, как сказал имам Ахмад, «Да будет доволен им Аллах», когда его спросили, «Когда наступит отдых для верующего?» И ты можешь сказать, «Здесь труд, а здесь отдых». Ты можешь устать на работе, отдохнешь после нее. Ты можешь устать во время торговли, но отдохнешь во время сбора прибыли. Если ты устанешь, трудяясь ради Аллаха, то отдохнешь в день предстояния перед Аллахом. Это установка, которая не поменяется. Посмотри на того, кто не совершает утреннюю молитву, которая является обязанностью, установленной Аллахом. Что говорили сподвижники? Мы видели, что ее пропускали только лицемеры, известные своим лицемерием. Это было известно. Если сподвижники видели или знали, что человек пропускал совершение утренней молитвы, то говорили о таком, что ее пропускали только лицемеры, известные своим лицемерием. Есть двое мужчин. Один встает в холод и в темноте ночи, берет омовение холодной водой и выходит ночью для того, чтобы совершить утреннюю молитву, и при этом он встает. Другой мужчина спит и отдыхает. Сидит в интернете или в своем телефоне. Он тоже устает. Он отдохнет завтра. И это отдых человека, не совершающего молитву. По оценке этого мира он отдыхает и не утруждается. Однако этот отдых обернется для него усталостью в судный день. О, те, кто устает на пути Аллаха! Завтра вы отдохнете, но те, кто наслаждается отдыхом сейчас, не молятся, не постятся, Порывает родственные отношения, занимается ростовщичеством, совершает грехи, отдыхает. Так думают они. Но знайте, что вы устанете очень и очень сильно в судный день. Пророк да благословит его Аллах и приветствует. В день битвы при Бадре посмотрите на приверженцев возвышенного стремления. Он сказал «О, участники битвы при Бадре! Всевышний посмотрел на вас и сказал, делайте, что пожелаете. Поистине я простил вам». Эти слова услышал Омейр ибн Хамам. Он быстро устремился к посланнику Аллаха и сказал «О, посланник Аллаха! До меня дошло, что ты сказал. И получается, что между нами и раем стоит сражение с этими неверующими?» И он замолчал. Он ответил «Да, о, Омейр». Тогда он сказал «О, посланник Аллаха! До меня дошло, что ты сказал. О, участники битвы при Бадре! Делайте, что пожелаете. Поистине, Аллах посмотрел на вас и сказал «Делайте то, что пожелаете. Поистине я простил вам». Он сказал «Да, о, Омейр». В это время Омейр держал в руке финики. Он бросил их. Затем встал и сказал «Клянусь Аллахом! Клянусь Аллахом! Поистине! Это долгая жизнь. Слишком долгая. Если я останусь в ней для того, чтобы доесть эти финики». Затем он поспешно встал и бросился сражаться, пока не был убит. Да буди доволен им Аллах. «Это и есть приверженцы возвышенных устремлений. Воспитывайте своих детей на их жизнеописании. Старайтесь в их воспитании так же, как старайтесь в том, чтобы они преуспели в школе и университете. Если каждый раз ты будешь стремиться к возвышенному у Аллаха, и твое усердие будет подобно усердию сподвижников, то твое место перед Аллахом будет возвышенно и величественно». Абу-Муслим Аль-Хуляни, имам Фикха, не видел сподвижников и не жил в их эпоху. Однажды он встал и сказал «Неужели сподвижники Мухаммада думают, что опередят меня в раю?» «Я заклинаю вас Аллахом! О чем эти слова?» К чему он стремится? Он сказал «Неужели сподвижники Мухаммада думают, что опередят меня в раю?» «Клянусь Аллахом! Я потесню их у его дверей!»